Всем привет! Сегодня четверг вечера, значит в студии Максим Киселев, Дмитрий Ершов, Михаил Меркулов и наконец-то мы поговорим о том, кто же стал чемпионом западной премьер-лиги в сезоне 2018-2019. На наших глазах разыгралась настоящая драма, как и в самых лучших фильмах или книгах, и об этом мы сегодня поговорим. Поговорим о том, что было за две недели и подведем полнометражные итоги нашего чемпионата. А вам получился, что надо. Но в эти выходные произошло знаковое событие. Друзья, мы говорили с вами о том, что ждем золотой матч, какая у нас классная интрига, но футбол настолько крут, что он в результате оказался настолько непредсказуем. Но давайте начнем с предыдущих выходных, когда у нас, возможно, ключевой матч состоялся, Мега Титан встречался с СДН. Здесь уверенное, хотя нет, наверное, слишком громкое слово, да, уверенное. Тем более учитывая счет. Учитывая счет, да. И гол на последних секундах. Да, 0-1 такая трудовая победа СДН. Но вот что скажете, Мега Титан мог ли забрать очки в той встрече? Ну, я вот, к сожалению, матч не видел. Параллельно у нас игра была. Я думал, что, да, ну, тут 60 минут, и любая команда может, да, одержать победу. В другой момент, что здесь, вот как мне показалось, и как, ну, наверное, можно делать какие-то выводы и счета, что и Мега Титан особо не рвался вперед, да, где-то больше смотрел, и как сейчас он любит, да, играть от обороны. Ну, и СДН понимал, что им тоже нестись вперед абсолютно не имеет никакого смысла, и поэтому поздновато, да, наверное, команды закопошились уже, когда приступили непосредственно к футболу, именно к голевым комбинациям. Ну, вот что у СДН хорошо получается, да, это вот команда может сыграть нестандартно. Все-таки Гейтлер, Антия и Читая – это те футболисты, которые пока еще могут сыграть и блеснуть индивидуально. Почему пока, вот, говорю вам, потому что мне кажется, что все-таки большей части их все-таки загоняют под определенную схему, да, где надо больше делать, работать по рейсин, так скажем, нежели вот какого-то добавлять креатива. И да, и нет. Вот здесь, понятное дело, что с приходом Альберта Николаевича Сколокова здесь, я имею в виду в СДН, прибавилось дисциплины, мы это все отмечали, и в плане построения, да, в плане игровой именно дисциплины каждый отвечает за свою позицию. Везде пытаются и успевают дорабатывать. А в плане креатива не могу сказать, что уж прям настолько в ежовых рукавицах главный тренер держит своих подопечных. Все-таки мы помним, да, и иногда даже сами удивлялись, какое количество пяток, передачи пятками мы видели в матчах СДН. И во многих матчах, наоборот, это вредило команде. Поэтому, возможно, вот отказавшись от этого элемента, как раз СДН сделал шаг вперед. Ну, посмотрим, потому что сейчас конец сезона, наверное, жалко, что конец сезона именно для СДН, потому что... И для Мега Титана очень жалко, да. Ну, не знаю, жалко, не жалко. Вот как раз у Мега Титана был-то шанс выиграть сейчас, точнее быть хозяином своего положения, но вместо этого он стал зависим от других команд. Ну, вот, Макс, как вас приняли вообще победу в СДН, ты, так скажем, особо приближенный к императору, так скажем, в СДН, да? Ну, в СДН, конечно, очень порадовались этим результатом, да, победам, которые добыли в матчах против лидеров. И мы, конечно же, опять же вспоминаем эту блестящую игру против Титана, которая в четверг состоялась, тоже победа. Игорь Геннадьевич Крюков, конечно, в сердцах сказал, говорит, обыграли Титан, обыграли, соответственно, Мега Титан, и все-таки выше четвертого места все равно не смогли прыгнуть. Ну, вот я повторюсь, я говорил об этом неоднократно, я думаю, что вы со мной согласитесь, да, и многие футболисты, кто выигрывал какие-то чемпионаты, они прекрасно знают, что чемпионство выигрывается, ну, в большей части не между собой, а вот... Ну, только не в нашем чемпионате, Миша. Ну, здесь относительно, да, там, прокуратура не потеряет очки, там, СЛЧО, там... Мега Игорь Геннадьевич Крюков все вспоминает поражение Гатагову. Гатагову, да, вот эти три очка. Проигрыш СДН Успенскому тут же вспоминается. Да, то есть, в принципе, потому что... Да, но ты выиграй у своих конкурентов, и тогда ты станешь чемпионом. Но, понимаешь, здесь исход... Я имею в виду, что именно этот год, вот он такой получился. Вообще, как бы, игра на три исхода всегда, когда конкуренты, да, ты можешь и проиграть, ты можешь и выиграть, да, никто не застрахован. А вот те, кто берет свои очки, как правило, становятся чемпионами. Вот, кстати, Титан понабрал свои очки в первом круге, посмотрите, да, и вот такой второй круг, вот такая концовка, вот, она позволила все равно... Ну, здесь все-таки очень большая часть удачи, мы об этом, наверное, еще будем говорить. Вот, безусловно, футбол без удачи никуда. Кстати, Алексей Медведев очень, кстати, подробно рассказал, он, там интересные идут перемены в Титане, в частности, в его плане. Завтра выйдет интервью, кстати, очень интересное, вот, поэтому... Обязательно прочтем. Надо почитать, да, он там и про профессиональный футбол тоже рассказывает, даже там Мэйси затронули, вот, немного. Но, тем не менее, мы говорили про Мега Титан и CDN, да, вот эта игра, она все-таки оказалась ключевой. Мне немножко не хватило активности Мега Титана впереди, но, возможно, это заслуга CDN или все-таки Мега Титан, вот, играл чересчур осторожно, что думаете? Я думаю, в большей мере, конечно же, заслуга CDN, поскольку, вот, мы говорили, что Альберт Николаевич Осколков убрал вот этот вот, какой-то такой вот авантюризм юношеский, что ли, да, придал команде строгости и, конечно, в первую очередь ориентированность на результат у CDN. И понятно, что команда от печки пляшет, да, тот же подключение в команду Даниловского, да, и, на самом деле, очень хороший, строгий защитник и Налетов, который, да, выступал за КПРФ. То есть, в CDN, конечно, вот, очень важнейшим фактором являются вот именно оборонительные редуты. Ну, вот, кстати, ты сказал, что Игорь Геннадьевич Крюков так сожалел немножко, что обыграли, там, Титан, Мега Титан, да, но сейчас оно и четвертый. Но вот, вспоминая игру 9 июня, ЛЧО играет, CDN играет с ЛЧО в ничью 1-1. Вот, пожалуйста, вот такие очки, вот, а их ты не хватает. Так вам же ничего не решалось, Миш, ну, это немножко просто другой случай. Ну, это уже конец чемпионата, и никто никуда ни вверх, ни вниз не мог. Если нужно было бы выиграть, я думаю, ребят выиграли. Если бы ты видел матч, там не было абсолютно никакого настроя. Вот, в том-то и проблема, что... Ну, это понятно, это касаемо чемпионата. Крюст уже ушел к тому. Нет, смотри, касаемо этого матча вопросов нет. Ну, не факт, что если бы что-то надо было, что ЛЧО бы не уперлось. Ну, в первом-то круге потеряли бы, мы говорили бы, что ой, это досадное там что-то. Какие-то тоже искали факторы, а их бы не хватило в концовке. Ну, вот, пожалуйста, да. И от того, что вот так вот Титан, например, на жилах обыграл ЛЧО, хотя там до 50 минуты 0-0 был, вот на тоником. И Готага вот так же настроил. Да, понимаешь, но выигрывают. А вот ЦДН вот не выигрывает, да, с ЛЧО, и поэтому они четвертые. Вот и все, на мой взгляд. Ну, конечно, да, потери, если ЦДН рассчитывает, а я уверен, что рассчитывает в следующем сезоне на как минимум тройку. Ну, где-то, наверное, пора. Пора, я думаю, что да. Но все-таки они, все-таки, то, как распределяются места, вот все-таки ЦДН пока идет за первую нашу тройку. Я думаю, что согласитесь. Но это же, но амбиции, амбиции Игоря Геннадьевича Крюкова и Альберта Николаевича Осколкова, поверьте, быть выше, чем четвертое место. Это однозначно, тем более, что команда уже была в полуфинале Лиги Чемпионов и в финале Кубка ЛФЛ, забегая вперед. Да, ну почему можно сразу об этом сказать, Максим, да, мы, конечно, еще в концовке разговора проанонсируем, покажем, когда ЦДН играет, но ЦДН, да, в это воскресенье, надо сказать, играет в финал, у всех нас 50 на Флотской против тройки. Вот это будет матч, ого, что надо называется. Кстати, несколько футболистов вызваны сборной Запада, я скажу, что у ЦДН. Максим, как думаешь, кто? Думаю, Даниловский. Майга Мамаду. Майга Мамаду, да, обязательно. Это понятно, но, скорее всего, либо кто-то, наверное, из полузащитников, я думаю, что Гейслера вызвали, нет? Нет, Гейслера не вызвали. Анти только восстанавливается после травмы. Да, Анти тоже не вызвали, вот, значит... Может быть, Георгий Кашикашвили, который... Нет, он хорошие матчи выдаёт. Он был в расширенном списке, но там... Моришин? Ты знаешь, Моришин должен был быть вызван, но у Жени 28-го свадьба... Поздравляем. У него... Да, мы поздравляем тебя, Жень. Вот, 28-го июня у них роспись, и, что интересно, Женя достаточно длительное время, ну, как ты правильно сказать, встречался, да, у него были отношения с девушкой из Финляндии. То есть, она живёт в Финляндии. Но русская. Но она русская, да, живёт в Финляндии, но венчаться или жениться, как правильно по-европейски, они будут именно там. Соми. Да, да. Ну, в каком городе, не знаю, но вот тоже так, они очень длительное время вместе уже, вот, на расстоянии, вот, но вот только сейчас решили как-то узаконить свои отношения, но вот я просто не знаю, как вот будет любовь на расстоянии, или как-то они будут вместе теперь жить. Ну, не знаю, но очень интересно просто вот. Совет да любовь, что можно сказать. Маришин должен был быть вызван, но его, вот такая ситуация, да, он уже там свадебный путешествий, кстати, в Португалию, если кому интересно, да. Футбольная страна. Футбольная страна, да. Налётов остаётся. Победитель Кубка нации, кстати, да, в Португалии у нас. Да. Нет, не Андрей Налётов, не буду томить вас, ну, вот, что-то неожиданное. Цель направленного, цель направленного больше никого не вызвали. Вот, но в расширенном списке это Виктор Воробьёв. Нет, вот мы гадали, мы гадали, но, Макс, Виктор Воробьёв, который целую, это сам наколотил, сколько мячей, да? Нет, вопрос, что в расширенном списке, потому что, ну, вызвали пока не так много, ну, то есть, получили приглашение, вот, но утверждаться будет состав, вот, ну, буквально. Просто, я так думаю, что Майгам Амаду тоже будет играть в центре, и поэтому, вот, и, да, до Воробьёва как-то не дошла мысль. и Воробьёв, то есть, он в расширенном списке, и проводит очень хороший, он, сезон, и оконцовку особенно, да, все это отмечает, и он, кстати, уже не первый раз ходит, вот, вокруг да около, но вот, никак не может попасть, но вроде все, да, из CDN, кого, но тем не менее, все равно, очень неплохо, вот, поэтому, я говорю, в следующем году, наверное, все-таки ждем прорыва CDN, где-то, в первую очередь, стабильности мы ждем, от этой команды, вот, ну, я надеюсь, что выиграет команда Кубок ЛФЛ еще, и кто-то из CDN, к нам пожалует, я надеюсь. Ну, еще, что касается CDN, я бы здесь обсудил феномен анти, на мой взгляд, это действительно феномен, как только анти, я не могу сказать, что он сейчас в оптимальных кондициях, или что он, ну, он сам с этим согласен, божит, как вот он раньше играл, на том же уровне, но при этом, если он уже готов играть, выходить на поле, CDN, ну, совсем не узнать, CDN совершенно по-другому играет, и другие результаты показывает, еще один такой интересный факт, настоящий вожак, так вот получается, ну, просто вот сравните, да, когда он тебе появился, начал выходить на поле, сразу победа над Титаном, и так далее, и все это пошло. Ну, потому он и капитан, Дим, CDN, это настоящий лидер этой команды, ну, в любой, в любой команде, в любом коллективе, очень важен психологический фактор, и CDN не исключение, когда лидер, капитан на поле, все-таки, это команда, немножко по-другому воспринимает, еще один интересный факт, касаемо матча, Мега Титан и CDN, Мега Титан ни разу не проигрывал в CDN, все время, он набирал очки, и по большей части выигрывал, и такой был очень удобный соперник, но вот как назло, это любая серия, плохая, хорошая, она когда-либо прерывается, ничего вечного не бывает, но вот, к сожалению, она для Мега Титана прервалась в самый неподходящий момент. Георгий Кашикашвили как раз в интервью Гео сказал, что мы, говорит, ни разу не обыграли Мега Титан, и пришла пора их обыграть, вот что-то подобное он сказал, то есть это был, этот фактор стал дополнительной мотивацией для CDN в этом матче. Ну, у Мега Титана, кстати, часто такие истории, да, была с Олимпией такая история, долго, Автодион Михайлович Барамидзе не мог обыграть, ну, вот сейчас CDN, все серии прерываются, да, прерываются, да, но вопрос только, когда, если бы, например, они проиграли еще в первом круге, мы, так скажем, буднично, да, возможно, к этому отнеслись, а здесь вот, здесь было влажно, да, еще и прерывали, да, еще второе, отцепил, да, от золотой гонки отцепили просто-напросто Мега Титан, да, да, не оставив шансов Мега Титана на чемпионство, ведь оно было очень тоненько, а, еще единственное, я хотел добавить про Мега Титан, что, возможно, не хватило такого креативного футболиста, как Казанков именно вот в этом матче, но вот какой-то изюминки, вот чуть-чуть Мега Титана не хватило, потому что Корчагин, Кутузов, все-таки одноплановые форварды, да, наверное, согласитесь, и вот человек, который может, я не знаю, взять игру на себя, один в один обыграть, так, хлестнуть из-за пределов штрашных, мне кажется, это не хватило немножко. Понимаю твою мысль, Миш, но я вот не отождествляю Казанкову с Мега Титаном, я имею в виду, что, да, не хватило Казанкова, но его не хватает в 95% матча чемпионата, то есть здесь, ну, Мега Титан должен и обязан разбираться без Казанкова, Казанкова, это просто усиление, да, под концовку чемпионата, когда он приезжает, это хорошо. Я Казанкова не имел конкретно, что вот Максима, а такого, как Казанкова, то есть вот немножко креативного человека, который может... А если такой вообще? Вот, да, поэтому я и говорю, немножко не хватает, вот, именно вот креатива, вот в такие моменты, да, потому что все налажено, все хорошо, но вот, например, у ЦДН, да, может действовать обыграть один в один, их и ударить в девятку, у Мега Титана все-таки с этим чуть сложнее, при том, что и Корчагин, и Кутузов, это крутые нападающие, но просто по манере, они немножечко по-другому играют, нежели вот нападающие Юрки, быстрые, да, и Козырь немножко другие, поэтому бывают матчи разные, и где-то нужен немножко другой тип форварда, вот и все. Ну, Мега Титан, он вообще, это немножко другого стиля, наверное, команда, команда более, ну, можно сказать, где-то силовая, да, где-то все-таки тяжелая команда, да, где-то незвредительная, поэтому вот легких, конечно, быстрых футболистов, с одной стороны, не хватает, а с другой стороны, не факт, что они бы вписались. Тоже верно, но тот же Клюев там пытался, но видно, что там и травма была, и где-то все-таки тоже тяжеловато, вот какой-то как быстренького, хорошенького такого, который мог бы решить эпизод резко, вот мне кажется, тут тоже не хватило. Тут еще, мне кажется, мы немного стали забывать про потерю, которая уже давно у Мега Титана имеет место быть, это Михаил Пименов, который отсутствует, и это вот такая креативщик, который может отдать последнюю передачу, да, допустим, на того же Кутузова или Корчагина, мне кажется, что, конечно, вот Пименова, мы уже давно о нем не говорили, но... К сожалению, Максим, мы можем его и в принципе больше уже не увидеть, не то, что в футболке Мега Титана, а, к сожалению, даже на футбольном поле. То есть там все так... Да, поэтому, скорее всего, там в любом случае Миша Пименов уже не будет в футболке Мега Титана, вот, поэтому здесь, наверное, уже не совсем актуально об этом говорить, я просто подумал, что ты скажешь не о нем, кстати, а Алексея Ланцова, вот, его можно считать за такого человека креативного? Ну, как минимум, человек с ударом, и что в Ланцове очень нравится, он всегда готовит эти удары, у него нет куда-то выстрелов, там, по воробьям, куда-то за пределы стадиона, там, или на другие поля, Ланцов может своим ударом действительно решить момент, но ты, наверное, все-таки немножко про другого плана футболиста говорил. Ну, скорее всего, да. Тем не менее, давайте еще подведем раз итог, 0-1, 0-1, и у нас Мега Титана отсеивается от чемпионской гонки, и все в руках теперь Титана и ФКСП, но, прежде чем мы поговорим об этих матчах, которые были в эти выходные, кстати, Миша, извини, пожалуйста, но для CDN эта победа тоже была важна в плане спокойно себя чувствовать уже на четвертой позиции. Вот, но тем не менее, перед матчем с Трансконтейнером, который был, было у них одинаковое количество набранных очков. Игра в запасе. Игра в запасе, да, была у CDN, но тем не менее, все равно Трансконтейнер мог вы обыграть и все-таки все равно стать выше. Я поэтому и говорю, что победа над Мега Титаном была важна для CDN. Да, мы показывали естественно CDN Трансконтейнер в прямом эфире. Сейчас нарезки этого матча на ваших экранах. Говорю нарезки, потому что счет завершился со счетом 0-0. При том, что по железному моменту было у тех и у других. Ну, Трансконтейнер, я не знаю как, вот умудрился выйти 2-0 и не забить, ну, это просто загадка, честно. Да, удивительное дело. Я не знаю, что не судьба. С одной стороны удивительное дело, а с другой стороны 0-0 ты ожидаешь в первую очередь именно в матчах Трансконтейнера. Вот, как бы это не было бы парадоксально, но действительно именно Трансконтейнер чаще всего играет вот такие низовые, в такой низовой футбол и такие низовые считают. Надо сказать, что и CDN сейчас последнего разлива, так сказать, да, тоже играет в такие же. И маленькие считают тоже доказывают. Да, в такой же манере похожий, но самое интересное, что CDN, который всегда играл а-ля бразильский футбол, перестраивается на такие узкопрофильные рейсы, так сказать, и пытается, возможно, наладит дисциплину, наладит простую игру и после этого он уже начнет, может быть, кратить. Возможно. То Трансконтейнер, наоборот, из вот этих своих прямолинейного и такого сугубо оборонительного футбола, он превращается в команду, которая хочет играть в футбол, которая хочет играть первым номером и которую пытается и не боится играть там с CDN именно вот с точки зрения силы и владения мячом. Как интересно получается. Ну так у нас концовка чемпионата, можно как-то мысли свои по всему сезону говорить. На протяжении, на длинной дистанции мы наблюдали за Трансконтейнером и ты знаешь, в начале сезона мне действительно показалось, что Николай Мазурин старается выстроить более такую атакующую модель именно игры, но когда вот пошли уже какие-то решающие матчи, когда стало не хватать того же Галихина или еще кого-то, мне кажется Трансконтейнер все-таки вернулся к изначальному как ты говоришь рельсам, может быть даже где-то они стали еще чуть более уже и вот такая оборонительная игра тоже она была действительно ты считаешь что Мазурин все-таки не рискнул да вот считаю что да хотя те 0-4 а тройки они говорят об обратном наоборот что Трансконтейнер играл в атаку но нужно наверное здесь с пониманием отнестись к выбору Николая Мазурина потому что есть и травмированные тот же самый Галихин который в прошлом году получил и он получил не просто он действительно был лучшим игроком Трансконтейнера и он в каком-то плане так неправильно говорит но тащил на себе в плане именно атакующих действий не оборонительных и в целом команда действий но в плане атаки именно Галихин оправдывает свою фамилию тащил как раз Трансконтейнер к новым победам сейчас Галихина мы практически не видим и но Трансконтейнер вообще такого ощущения что играет без нападающих ни у кого такого ощущения знаешь вот не в обиду Куликову и другим фсболистам которые форварда играют Исхаков и Куликов но честно говоря вот конечно чувствуется что именно это амплуат требует усиления у Трансконтейнера нет они хорошие ребята прилично играют но топового нападающего пока что у Трансконтейнера нет я согласен я здесь придерживаюсь вашего мнения здесь и стыдиться то нечего и это видно из игры Трансконтейнер не просто так же Галикин выходит именно в нападение не в центр поля да иногда мы же видим эти замены здесь все понимают я думаю что Трансконтейнер ограниченная заявка 17 человек сотрудники да работают только сотрудники и пляшут от того что имеется понятное дело если бы у них в фирме был бы очень мощный нападающий он бы играл вот смотрите Бочкарев насколько я знаю когда вот он последние новости не уточнен но когда он только приходил он приходил в этом сезоне в середине он еще не был на тот момент сотрудников Трансконтейнера то есть в принципе можно где-то сделать исключение в благих так скажем целях на данный момент честно говоря не знаю но возможно для того чтобы сделать Трансконтейнеру кстати Дим скачок качественный да возможно ты правильно сказал что не хватает и качественного звездного нападающего да который вот поможет перейти на новую ступень вполне возможно ну вот тот же вроде бы был скомканный сезон у Галихина да призван на его место так скажем митинг да который должен был усилить атакующую игру но при счете 0-0 просто человек не попадает по пустым воротам ну это я не хочу сказать что он там плохой футболист ни в коем случае там не техничный да но вот такого не должно быть когда у тебя решается там четвертая или пятая строчка и счет 0-0 ну так не должно быть да и поэтому конечно трансконтейнеру помимо крылова еще нужен какой-то такой футболист который может сделать там впереди еще результат вот в результате у нас трансконтейнер пропускает пропускает CDN вперед и CDN вновь у нас оказывается четвертым ну и у нас значит давай сначала еще об одном матче таком полудерби выходных это Успенская Гатагов у нас была трансляция также этого матча тут интересный счет 4-5 и Максим ну что призвились команды просто да этот матч ничего абсолютно не решал никакой грубости какого-то запредельного накала настроек как это обычно в матчах Гатагова бывает так же я не видел да Гатагов все время вел в счете Успенская все время догонял и ты знаешь наверное этот матч мог закончиться со счетом 5-5 был там момент на последних минутах если вспомнишь Максим конечно должны были забивать действительно счет мог быть 5-5 но Гатагов наверное наиграл на победу играл лучше больше моментов голевых создал больше реализовал ну и соответственно еще тут такой получился почему я тоже обращаю на этот матч да почему предлагаю поговорить потому что две такие так скажем дружеские команды руководители этих команд хорошо общаются Ильдар Зарипов и Саслан Гатагов играли в одной команде вот и поэтому такое можно сказать интересное даже интересное дерби такое получается получается что Аслан Гатагов был подопечным Ильдара Зарипова Саслан Гатагов Саслан Гатагов да все верно вот и поэтому такой пофутбольному в любом случае будет заруба это вот тоже такая некая свойское дерби да свойское дерби и тренеры же еще молодежные да поэтому очень интересно тоже наблюдать когда вот друзья доиграют друг против друга и это тоже это добавляет пикантности интересности это раз что касается Успенского да команда вышла в этом году по спортивному принципу долго и надо сказать что команда наверное рассчитывала на большее вот но состав молодой неопытный естественно были спады естественно поражение от лидеров и так далее но хотя бы мы говорим об этой команде нам интересно и это самое главное наверное да это не какая-то тухлая команда которая там 0-10 и до свидания да пол собралась не собралась мы обсуждаем мы говорим есть о чем говорить и это хорошо команда это выиграла кубок переправы заслужила право участвовать в кубке ЛФЛ где достаточно хорошо пошумело выйдя из группы и обыграв вот я не могу забыть этот матч на вернатко парке мы комментировали 3-1 обыграли северное динамо и был матч еще против цдн очень качественный выигранный тоже со счетом 3-2 отличный футбол команда показала ну вот единственный отличный футбол у Успенского да если говорить с командами которые на что-то претендуют это получилось только с цдн наверное да и с динамо север если можно если не брать западную то с динамо север ну цдн вообще наверное за сезон ой цдн у Успенскому можно поставить за сезон наверное где-то твердую четверку почему потому что команда действительно только дебютировала в премьер лиге как мне кажется где-то они даже и побаивались выходить в премьерку высший дивизион сейчас вышли нужно сказать что с таким вот с задором где-то может быть юношеским может быть где-то нет наступали на все грабли на которые наверное да можно наступить вот набили себе шишек целую уйму но вот с каждой шишкой обстоятельно разбирались делали какие-то работы над ошибками видно что команда живет что команда растет и что мне очень нравится вот эти шишки они не сломили ни в коем случае ни руководства коллектива не в самих футболистов ну нет не было вот знаешь вот когда что-то не получается какие-то поспешные решения пригласить того-то пригласите этого тренера убрать в отставку не получается игрока тогда зачехлить как согласить нового а вот он нам забил это хорошо значит он будет забивать другим давайте его тоже к нам не было все очень спокойно с делом с чувством с толком с расстановкой поэтому 4 за сезон нет но все-таки шараханье были некоторые да опять же приглашали игроков там то они не приезжали ну суть по заявке да там думаешь там одни будут стрелять выстреливать получаются другие тоже какие-то были шараханье но в целом команда действительно неправильно я согласен с тобой жила команда развивалась я думаю что вот мисс сезоне как раз сейчас то время когда можно сделать выводы и самая что есть потенциал и есть большой фронт для развития просто горизонт необъятный да и можно сделать из тех возможностей которые есть у Спенского ну действительно классный клуб думаю задача минимум будет в кубок вопрос в том что просто надо найти свой путь вот и все вот и все Успенский немножечко на мой взгляд в этом году выбрал неверный путь но опять же это методом проб и ошибок понимания разборов это все можно исправить вот но чем противоположен на мой взгляд Гатагов это вот своей четко выстроенной линии команда играет примерно в один футбол одни теми же исполнителями не шарахает со стороны в сторону все четко понятно вопрос вот здесь как раз Гатагову не хватает именно качества футболистов немножечко но если у них есть тренировочный процесс постоянный а у них он есть да то возможно через некоторое время можно будет говорить что Гатагов ну даже возможно в следующем сезоне он представит совершенно другим коллективом ну и я бы опять-таки вспоминал про это в матче Луспенского и Гатагова и сейчас напомню вам что все-таки в зимнюю паузу в середине сезона был и исход футболистов из Аслана Гатагова и также пришли новые футболисты поэтому где-то пришлось перекраивать да есть тренировки но все равно нужно время для того чтобы команда смогла собраться и адаптироваться почему перекраивали скажу потому что у Гатагов есть легионер так скажем да и опять же их надо содержать и ребята все приезжие и кто-то уезжает кому-то что-то надо и в связи с этим тоже была связана некая такая перетрубация я бы хотел отметить Аслана Гатагова который в той ситуации там же ушло не два не три человека там дюжина ушла да и в том числе лидер Гай Гнабо да улетел то есть казалось что сейчас вообще Гатагов рухнет а Аслан Гатагов как-то в кратчайшие сроки подтянул других людей и организовал футбол и они даже первые матчи проигрывали но был виден рисунок и не хочу себя назвать пророком да но я говорил что Гатагов будет хорошей командой и результаты этого коллектива несмотря на такие претрубации тем не менее очень даже достойные да и футбол какой хороший плюс раскрыл раскрыл отдельных исполнителей да тоже Эммануэль Макинде и конечно меня очень поразила игра Виталия Комисова такая у него фантастическая левая нога и помимо даже и три мяча забил и голевую передачу отдал ну я не знаю я честно говоря где-то в душе теплилась у меня надежда что в сборную его вызовут после этого матча наверное в сборную запада ну есть молодежная сборная запада есть честно говоря надо надо посмотрю я бы я думал что в основную вот может быть в расширенный список ну понятно что надо еще конечно смотри левая нога Комисова правильно да левая конечно ты понимаешь какая конкуренция среди левоногих конечно это Маришин это Куксов это Капков ну вот трои дотачно будет ну конкуренция конечно высокая но Виталий Комисов вот честно говоря ну не первую вот эту игру которую я увидел и до этого там за ним наблюдал знаю что он воспитанник московского Динамо мне кажется что все равно этот человек может играть и в топовой команде и претендовать даже несмотря на такую конкуренцию все равно претендовать на попадание в сборную в любом случае для того чтобы попасть в сборную сборную может попасть в принципе любой футболист потому что отсматриваемый всех вопрос чтобы человек все-таки играл на своем на хорошем уровне ну энное количество времени то есть не просто выстрелил в одном матче ну в двух там на эйфории забил все сборная пятая десятая а все-таки должен быть какой-то ну достаточно длительный отрезок что действительно подтверждает свой класс стабильно стабильно играть и тогда вызов сборную конечно он вполне возможно ну давайте понаблюдаем за этим футболистом давай да Макс ты нам интересную дал такую цель будем все вместе за этим наблюдать ну вот еще что касается Готагова я бы обратил внимание на движение футболистов с мячом и без мяча то что во время трансляции давим отмечать это конечно ну как мне кажется чуть ли не самая сильная команда вот вообще на западе в плане именно движения в плане забеганий каких-то перестроений отсутствие разрывов до заполнения зон это конечно очень сильно все выглядит это отражение как раз тренировочного процесса вот в этих вещах до которой мы сразу с тобой подметили во время матча с Успенским в частности вот это конечно это видно что это отображение тренировочного процесса потому что это может только натренировать ребят смотрите все никак я не дойду до нашего главного до двух наших главных матчей я отмечу еще такой коллектив как Космос потому что перед эфиром мы говорили о том что разные ходят слухи но Космос мы всегда отмечали за его надежность за то же Слава Епифанов действительно старается с Глебом Шавхаловым они борются они пытаются навязывать борьбу они стараются делать чемпионат интереснее и я надеюсь что все-таки после долгих раздумий да Космос ну как минимум еще на сезон сохранит свою прописку потому что ну действительно где-то будет даже просто грустно без Космоса будет не хватать нам конечно конечно будет не хватать это очень грустно вообще что команды с такими историями амбициями ну просто растворяется в небытии я никак не могу забыть вот матч Космоса когда они с Атлантисом играли 4-2 проигрывали на последней минуте и два мяча забили 4-4 такая игра по-моему по-моему камон забил да как да 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 ну чтобы понятно Максим тогда отличился Максим Горбадей вот по прозвищу камон забил как было круто вообще вообще такой матч да уже прошло несколько лет но мы до сих пор помним эту игру это это был бесшабашный космос да и конечно хотелось бы чтобы команда осталась да друзья ну и два главных матча этих выходных которые нам надо обсудить давайте пойдем по хронологии наверное да как они шли а субботний матч мега титан титан ребят ну здесь просто нет слов здесь вот так просто за голову можно взяться да здесь нашла коса на камеру вот по-другому не сказать зачем почему титан рван рванулся вперед куда-то забивать я напомню титану нужно было просто не проиграть ничего устраивал не проиграть не проиграть это значит не пропустить титан поднесся вперед нужно забивать нужно как будто бы и вот им действительно хотелось доказать что это чемпионство заслуженное что мы обыграем сейчас мега титан и вообще вопросов ни у кого не останется вопросов то не было и так ни у кого сыграйте в ничью сыграйте там дома от печки чуть-чуть там да потерпите проявите вот тот самый характер вопрос это ни у кого нет сейчас то нет вопросов по большому счету но вот почему футболисты побежали ну да наверное какая тренерская установка а мега титан он ну просто как сигареты в зубах можно сказать стоял около это около своей штрафной оборонялся и в нужные моменты просто выстреливал забивал ну по сну много моментов было у мега титана но практически все они были реализованы ну да по сути там забили то на 12-й помянуть что-то такое да первый мяч да и по сути это действительно не было особо моментов это у мега титана а у титана были штанга попала нападающий рамазан рамазанов да мне кажется это было при счете 1-0 возможно при счете 1-0 еще были были эпизоды но были какие-то подходы да то есть мега титан старался знаете как вот бьется об стенку бьешься бьешься тебе один раз от стенки отлетает да и сразу в голову что ты не можешь подняться с одной стороны мега титана избрал правильную тактику как играли они в принципе с ФКСП прошло не прошло это с СДН потому что СДН играет так же вот и титана играет первым номером его ничего не может остановить и насколько я знаю даже Леша Медведев просит играть где-то ну не попроще а где-то понадежнее понадежнее да не надо так лететь но все равно это уже в крови такое ощущение что за сезон у ребят стало что надо бежать сбивать вот что надо переигрывать соперника перемолоть что это уже стал какой-то гейфикс и просто в нужный момент команда не смогла остановиться но не каждого соперника можно перемолоть согласен вот и ЦДК тот же с которым встречались в полуфинале яркий пример здесь уже нужно где-то отталкиваться от соперника да понятное дело что когда ты играешь с нижнейшей части турнира таблицы ты должен там действительно перемалывать да как говорят соперников а здесь уже нужно и присматриваться к сопернику что-то чувствовать как он себя ведет на первых минутах все это уже такой вот даже не шахматы психологически какие-то шахматы такие вот напоминают очень сложно когда у тебя ты пытаешься что-то делать тебе не получается тебя еще добивает соперник во втором тайме казалось бы ну забей быстрый гол неизвестно как мегатитан бы до себя повел мог бы и дрогнуть например а по факту получается что быстрый пропущенный мяч он вообще добивает из 4-0 но честно очень сложно зная эмоциональность Александра Зуева я думаю там был ультра настрой сверх настрой наверняка были сказаны слова что мы мы катком прошлись по всем в первом круге когда-то в перерыве нет перед матчем а перед матчем да я думаю что так было и мы только одно ничью сыграли мы всех там мы всех обыгрывали где-то было неоднозначное судейство в матче с нами нас хотят лишить выйти давайте выйдем и зароем этот мегатитан а мегатитан это опытный боец они вышли и просто гнули свою линию ну вот возможно что мегатитана сыграл без эмоций хотя матч был важный мегатитан титан это вывеска да это это супер матч супер дерби да конечно да и команда настраивается на мегатитану все-таки удалось наверное больше убрать эмоции эмоции раз и плюс наверное немаловажный момент что все-таки титан этот матч был гораздо важнее не только потому что это мегатитан это принципиальный соперник это еще потому что это золото на кону золото да а у титана все-таки если мы посмотрим не так много ребят которые выигрывали чемпионат запада ну и плюс титан еще и полз до финиша вот по-другому я не могу сказать вот именно полз после лиги чемпионов после кфл после этих многочисленных травм напряженного графика уже было видно что им не до футбола вот ты смотришь на ребят смотришь в глаза им уже не до футбола им уже побыстрее бы чемпионат закончился и все но при этом они говорят что на это нельзя пинать но другие же играют правильно цдк же играет например все ну приблизительно в равных условиях и поэтому здесь очень понятно что да где-то присытились но травмы также иванишаварин кстати в интервью уже говорил что у нас футбол у нас в печенках сидит ну вот сейчас слабого отлегло да если дальше продолжаем обсуждать да но все равно вот это чемпионство оно с оттенком таким да послевкусим так скажем да таким очень неприятным кислым можно сказать но опять же через год мы не вспомним по сути да что 06 победители не судят как говорится да поэтому я еще раз говорю да через год мы искали титан был чемпионом все да мега титану проигравшись ну это опять же да все равно это так не должно быть на мой взгляд такие матчи случаются в истории любой команды и даже барс да когда брал все возможные трофеи просто чтобы повал вот так вот все равно получались провальные матчи там и пропит, и々... пропускал спокойно Бывали такие матчи фails не в полфинале Дима согласен чтобы вообще не в полуфинале но в плей-офф или в групповой стадии той же самой были какие-то да где мы могли там пропустить но нет но не тогда когда у тебя на кону все да я вспоминая матч когда у нас чемпионата хорошо а то потом что делать сидеть и дома и не пропустить 3 лишь бы не пропустить 3 нужно идти вперед уже пытаться спасти эту встречу забивать ну и пропускать соответственно ну можно как-то постараться сыграть внимательно в обороне может быть что-то может самого начала матча просто более внимательно а вот я еще интересно такой мысль мне закралась вопрос вратаря не мог быть один из тоже вот да мне почему-то кажется что в матче важных ставит кострикова и он как-то вот не совсем справляется с первым номером вот ты знаешь лишь увереннее это вот сложно на на суде потому что внешне все голы в принципе но они не вратарские но может быть где-то он чуть-чуть да можно было там из разряда спасти вот именно спасти возможно ошибок не было ошибок именно врага всех особо не было а вот что касается именно ощущение на поле как чувствует себя защитники с тем или иным вратарем вот к сожалению в головы залезть нельзя но вполне вероятно что действительно может ну вот я просто когда такая даже вспоминай первый круг когда титана обыгрывал во всех ключевых матчах по моему был карп насколько я помню и не тоже так кажется и как там поувереннее смотрелся не знаю почему то я не могу сказать что юра там где-то ошибается сильно но тут какая-то нервозность вот она чувствуется почему-то ну и определенно до ощущается что карпов все-таки первый номер в титане да мне тоже вот как какое-то ощущение знаю может быть одно а она обманчивая может быть неверная но вот мне кажется что карпа все-таки номер то один да и поверье и он выходит только во втором тайме но притом не скажешь что костриков слаб хороший врата да да ну ну вот почему то как тут я не знаю не полу не вязать может быть не везучий вот там не помню вторую по моему был или первый что ли выбивает мяч но убивать точно в середину вроде бы ничего такого когда до 1 мяч когда он выбивает в центре а в центре только скобляков который сам ли вы передачи находит кутузова да ну вроде бы вратарь не причем даже должны вроде быть и за и за и полузащитники то но можно было выбить и на нападающего посильнее или в аут как это да а получается передача в никуда понимаешь 01 и начиная с этого все началось до понимаешь вот такие вроде бы момента они вот не напрямую не повлияли но вот что-то вот как этот у меня такое то ощущение которое вот но такое же ощущение в общем-то было и утренецкого штаба титан не просто также они поменяли костриков да и во втором тайме выпустили карту но есть мне кажется уже такой хоккейный этот прием значит когда вот три пускает врата там постам десяти бросков до его меня это мне показал что именно вот такой был вариант может быть может быть ты опять голову не залезешь но 60 мегатитан побеждает ты знаешь уходит на летние каникулы в чемпионате да с хорошими мыслями со светлым будущим так скажем но вот мегатитан не обыгрывающий титан в очном противостоянии все время на тоненького выступал либо играл нынче но вот сейчас так вот припоминать будут поквитался он конечно очень серьезно и мы перед следующим сезоном будем вспоминать однозначно после этой игры мы стали потирать ладоши в ожидании золотого матча да да все уже стали чего же там говорит ребят я вы кстати в репортаже максим это оборвал что еще матч предстоит нам посмотреть сначала портера и фксп а мы уже историю подняли что никогда не было у нас пример лиги золотого матча будет какая-то будет интрига какой анонс да ну потом на следующий день что случилось портер играет неделю назад с титаном и там портер примерно таком же составе до 9 человек играет с титаном и там практически без шансов титана по жаре там перебегал все по делу победа и готов уже к мега титану сейчас фксп с портером но все было понятно казалось нам казалось что вот золотой матч мы уже когда чего у нас группа наша до даже пестрела мы не могли понять как как играется золотой матч будет ли золотой матч кто как ставит но в результате нас посрамили все игроки портера 22 на последних секундах ребята такой вообще бывает бывает конечно почему нет были коллеги голов на последних секунд и хуй ему и мы даже сейчас обсуждали матч cd на мега титана там тоже был на последних минут как это же решающий как получается что прокуратура пропускает я не вот у меня нет логического объяснения вот тому что произошло воскресенье на последних минутах вот абсолютно нет как вы вспомните в ксп мог забить перед этим там один или два момента были ну просто бей и забивай называется но как тут ну как-то легко отнеслись к этим эпизодом да как будто бы уже победу по собой ты бы портер уже сдался а портер весь матч показывал что он как раз не сдавался и бьется добился там до последнего в каждом моменте в каждом и безнаборстве на последние минуте при счете 21 еще тринитатский вышел один на один с вратарем и с левой ноги своей рабочий бьет мимо да да я как раз по этот момент тоже спокойно и буквально через минуту пожалуйста ответный гол там просто какая-то стычка была там еще что-то пауза да но если братья чисто игровое время то буквально там минут разделяла вот эти два момента я не узнаю вас гриме знаете мне такое выражение хочется применить к фксп потому что я мог бы ожидать такой результат от титана например спортером да потому что действительно команда ну тяжело переживает вот этот сейчас периода много игр много травм и так далее да и ребята не все опытные да они только набираются его и осечку сделать да я бы еще понял но вот что фксп допустил такой осечка ну я никак не мог я не могу просто опытный боец до проверены двухкратный чемпион тебе надо выиграть и тут у 22 вообще вот вообще у меня в голове не укладывается но это удача титана да причем фортуна заслуженная всем сезонным титан заслужил эту синюх но ты знаешь фксп тоже шел вот-вот и вполне мог рассчитывать но провел с портером 10 невзрачный матч действительно такое ощущение что эта игра не за золотой матч который выводите на ряда очень играть чемпиона который у тебя еще пять и десять матчей впереди где ты можешь соперника достать еще очная встреча нет здесь уже все таки ключевые моменты фксп сожалению не справился хотя да вот на дистанции предыдущие два года фксп по сути не было конкурентов вообще да мы вспомним а была конкуренция как ли чемпионов на финальной стадии фксп оступилась сейчас да когда нужно было проявить вот этот характер фксп не смог этого сделать возможно команда просто уже подзабыла что такое конкуренция такая как надо выжимать себя на может быть уже знаешь и не так им важно это чем где победа в чемпионате вот возможно такая мысль что немножко присытились победами все-таки до этого два года подряд брали чемпионство и сейчас вот уже как-то может быть но возможно но другую по другому на него смотрят может быть понятное дело что есть задачи есть амбиции но состав не так сильно обновился у фксп да то есть практически все в общем-то эти два чемпионства застали но возможно но победами присытиться очень сложно и всегда хочется побеждать эти более в таком чемпионате и я ну такая концовка да но это круто это круто стать в ней чемпиона а если течет золотой матч да вообще поучаствовать золотом матче да это кларис да и это уже должна быть мотивация для любого игрока футболиста команды но то в этой игре почему-то фксп считал иначе не знаю может быть мотивационные слова были сказаны неправильно может быть игроки понимали что и не столь это интересно в данном матче либо действительно думаешь что портер будет обыгран одной ноге порта в принципе хоть и обойма маленькая но все футболисты квалифицированы ну там да вот это тоже очень важно что допустим 9 10 человек на игре но эти 9 10 человек как это игроки основного состава стартового да и все то есть в плане именно заявки то есть именно вот комплектоваться комплекта не комплектование команды на матче я в принципе думаю что портер был неплохо да можно было бы еще добавить там парочку заметно с другой стороны просто так замены ради замена она тоже особо не нужно замен с сохранением качества да то есть да 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 абсолютно и порту здорово да и потом иногда легче играется когда ты знаешь что рассчитываешь только где-то на свои силы но я скажу что в стане фксп все были просто в шоке тоже да они никак не ожидали и наверное найти объяснение будет очень сложно тем более что я думаю что все-таки фксп читают наши статьи что единственная команда которая удалось трижды подряд стать чемпионом остается барс и фксп могли повторить это достижение миша твоей родной команды но не удалось теперь надо заново два чемпионата выигрывать до чтобы замахиваться на это 33 пожили три подряд и сейчас вспоминаю как бальзам на сердце на самом деле действительно фксп был близок и я просто вспоминаю по моему 3 чемпионство когда мы с барсом выигрывали мы выигрывали на тоненького но это было вообще так круто мега титаном у нас была решающая игра и 1 0 мы выигрываем где-то там середине 2 тайма забиваем вообще класс вот и вот это эмоции да и сейчас был бы есть золотой матч это было бы просто феноменально самом деле и фксп просто сам себе можно сказать и нам тоже и на и нам тоже да там заслуженно но хотели мы очень этот матч да очень хотелось посмотреть и было бы просто круто вы знаете вот неоднозначное впечатление меня портер оставил по этому сезону вроде бы в той же зимней паузы был приобретен давыдов давыдов насколько я помню чуть ли не выигрывал тебя от россии чемпионат казахстана выигрывал первую лигу вместе с кубани выигрывал из кубок с рубином уже уже даже без за премьер-лиги вот этого был макс достаточно привели к казахстана ну да и выиграете первый юзион даже премьер россии да это все равно это мощно пришел григорьев который в тск играл ли чемпионов со время обладателя кубку и фа на секундочку да и ты знаешь портер как-то стал играть хуже стал играть хуже дадим все правильно я вот все верно стал играть действительно хуже на мой взгляд из усиление вот в портере то что часть этого сезона вишняков очень хорошо влился в команду сейчас вообще решающие мячи забивает но все вот не ветераны так опытные футболисты они не пришлись к двору почему потому что портер у нас превратился из команды где была одна молодежь но относительно молодец и сравнивать с другими коллективами в команду чуть ли не ветеранов да да вообще очень странно и конечно по обходу этого сезона мы считаем наблюдали за двумя разными коллективами да если мы привыкли к тому что портер это всегда огонь от команды бежит да эта команда эмоция то сейчас вот такая более рациональная неспешная взрослые люди уже играют так футбол такой такой пешеходный можно сказать да и я говорил такие мысли уже не накладывая что максим кульчуку все-таки сложновато работать с опытными футболистами потому что вот с молодежью макс работает ну просто круто на самом деле узнает подход он может объяснить да хочет все здорово но вот когда есть опытные футболисты здесь уже гораздо сложнее с одной стороны да но что ты можешь рассказать там григорьеву мяченкова да а ведь им и надо что-то сказать правильно потому что мне кажется что можно было где-то сыграть более на команду да где-то выиграть и мяч где-то зажейся вот так все буднично прошло проиграли проиграли дают какого-то такого еще вопрос как кремня не хватило какие задачи у портера стоят в этом сезоне да если попасть в зону кубка элфелта в принципе задачи решены да уже качество игры когда ты меняешь полностью состав это на где-то уже приходится время но вот я говорю меня портер оставил самые неоднозначные впечатления по этому сезону вот чего хотят как хотели играть но не совсем понятно я думаю на своей строчке находится спорта да давайте кстати посмотрим турнирную таблицу здесь у нас первая тройка распределил следующим образом это титан фксп мега титана при том что фксп как раз по дополнительным показателям выше здесь золотого матча никакого не будет за второе место мега титана да и оба обе команды они попадают в лигу чемпионов далее тройка которая попадает кубок элфел это cdn транс контейнер и порта но в принципе все ожидаемое все как и должно было как она и шел как чемпионат шел в общем то примерно все также такие позиции занимать ну да да все в дистанции растяло на свои места гатагов близок к было к их зоне еврокубков но если будут не зимний спад где-то да вот это перетрубация возможно сумел бы да нагнать порта ну л чего который в принципе может обыграть любого но можете проиграть любому да здесь все понятно посередине они успенская девятую строчку занимает мы о нем по них поговорили вот у успенского черное и белое есть либо хорошо либо плохо потому что команда молодая это подкреплено тем что единственная команда которая не сыграла в ничью ни разу если бы выигрывала либо проект как их форма черные беда только все остальные там но по разу но ничего сыграли ну а дальше у нас идет уже такой пул низших команд которые вот которые лишились борьбы за выживание да 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 другой стороны я бы все равно отметил об альбион который вошел по итогам чемпионата в десятку да у нас не так много команд всего да но в десятку все-таки альбион вошел команды которая весь сезон играла в восьмером в редких случаях с одной замены и 90 процентах случаях с полевым на воротах но она вошла в 10 все-таки полевым а как мы поняли с тобой ну ты же видел матч и никуда он не прыгал ввел себя в школе нападающего конечно играл саш мешков нам но тем не менее азы вратарского искусства у него есть просто я потому что вот условно говоря после 10 11 12 13 место это какой-то вот свой зачет в принципе борьбы за уважение нету свой зачет они могут довести и альбион этот зачет выиграл я вот шляпу снимаю перед этими ребятами браво однозначно сезон в плюс да вы знаете я скажу что под конец сезона альбион как-то наладил посещаемость показал футболистов которые на который будет рассчитывать и я вот кстати ними говорил о том что если команда будет собираться хотя бы в размере 10 человек которые у них есть я могу сказать что попортит нервы любому вот гусев один возил в первом груди титан да очень сильный футболист тот же зелепухин появился тот же мы варен который в транс контейнер свое время было из ребенка нашел транс контейнер потом вернулся опять в любил да если бы ездил то команда могла быть даже при наличии 16 команд может быть десятки потенциал ну и где-то там раз там в определенный период кусал бы лидеров могла бы набирать очки вполне возможно поэтому альбион скорее жив чем мертв конечно конечно мы говорим что альбион это будет команда лифт но с этим сезоном ваня ершов и его ребята оказались что не собираются они лифтом быть кстати еще ваня ершов и вернется поэтому пока травмирован да ну поэтому я думаю что альбион в принципе может тоже покусаться в следующем году к списку бомбардиров возвращаемся здесь сергей кутузов занимает у нас первую строчку 37 забитых мячей один с пенальки дать по словам сергея терентьева непонятно кому он забил 37 мячей в гекс отрики делал вот например и да вот человек который просто смотрит как мы с вами данный турнирную таблицу на таблицу бомбардирована 37 да вот если там была снос . кому забивал да тогда бы мы могли бы прослужить а так пусть это ну вот забил а так станем на защиту кутузова 2 дубль титану до этого из истории никто уже не с этого просто интервью прочел терентьева забитых мяча один из них победы между прочим второе место дмитрий агапцев титан 29 мячей в принципе если бы не травма наверно с конкурент мог бы до составить конкуренцию третье место эрик корчагин кстати 28 забитых мячей здесь во втором дивизионе лидер наколотил армском в гонке до 4 медведев 25 мячей ну и вот пятую строчку замыкает алексей боркин л чего вот так ворвался он в этот список до обычно ну первую десятку . точно оккупирована там на 1 пятеркой то это однозначно здесь бац и алексей боркин но он просто обычно забивает столько сколько все все остальная команда если просуммировать то где то вот так же но тем не менее от пятерочку он попал по ассистентам вот здесь дмитрий агапцев несмотря на то что очень много пропустил и честно говоря меня немножко это удивляет все равно он остался на первом месте двадцать два мяча и 22 22 передачи прошу пошли какие мяча второе место лёша медведев и сенаточки что охранял он своего подопечного дашка никто не подобрался 18 передать легкий селёв 15 передач берегов микинкин по 15 вот так вот ну вот пожалуйста тройка с титана 1 1 тройка с титана фксп мега титан собственно как они распределились на пьегистале да и кстати у нас насколько я понимаю вся шестерка та же что и в прошлом году правильно все те же команды да только поменявшись местами да по гол плюс пас здесь у нас тоже агапцев принципе 1 51 набраны балла медведев 2 43 кутузов 41 корчагин 39 и и вот здесь саша мячников вмешался пятая строчка 34 очка но в принципе вот вся четверка она принципе каждый год у нас фигурирует но отменчиков добавился и агапцев потому что первый сезон проводит остальные все в принципе все логично игры агапцев конечно мог и покруче да если вы опять же не травмы играл на кфл он мне сказал что просто травмирован был в следующем году буду лучшим бомбардером но посмотрим посмотрим и я знаю что дима хочет сборную да тоже следит за ней поэтому есть все шансы пожалуйста играй вот по вратарям где георгий кашкашвили на первом месте коэффициент пропущенных мяч у них у него 123 с сыгранных матча и кашкашвили но действительно в концовке он был очень хорош и гол в ворота техносила в последней дуре тоже говорит о многом вот то что герну действительно георгий кашкашвили сейчас набрал классную форму и смотрится очень здорово ну и на втором месте павел савоськин 1 38 3 4 виктор рахманько дмитрий филатов 305 368 ответственно коэффициент у них вот но тут надо сказать что это вратари которые сыгравшие более 20 матчей да там от 10 до 20 матчей это уже костриков на первом месте коэффициент 094 полезность поэтому и по вратарям здесь все-таки чуть-чуть сложнее вообще вот если выбирать сейчас лучшего голкипера так вот на секунду просто задуматься об этом практически во всех командах колкипер либо менялись либо играли какое-то равное количество времени стабилен стабильным первым номером был лихонин кашкашвили савоськин вот если брать лидирующую да то есть получается но и александр мешков конечно если альбион рассматриваем также то есть получается что у нас герки кашкашвили уже сейчас можно чуть ли не лучшего вратаря давать награждение у нас будет в августе не просто так вот раз уж мы заговорили о списках голкиперов то получается вот так вот ну да еще бы кубок лфл выиграть и вообще тогда до железа да ну вот я думаю что это может повлиять на а еще кубок запада кубок запада с коммунаром кстати вот еще решение неоднозначный мальчик кубковый матч с коммунаром в субботу а воскресенье кубок лфл вот неужели никак не перенести было и при этом коммунар то будет настраиваться будет пытаться свои силы проверить я знаю что чемпионат можно было перенести а вот кубок я за что евгений юрьевич рыбин выходил с такой просьбы на администрацию но коммунар сказал что не могут они четверг предлагали сыграть место тренировки но коммунар сказать что они не смогут собраться и все-таки в субботу ну не знаю но насколько я знаю что кубки как правило не переносится потому что эта игра на вылет вот и здесь очень сложно учитывая просто количество травмированных иметь два матча за сутки это ну я согласен трудно водой к тому же соперник коммунар вышивых в пример либо которые на надо будет что доказывать кстати говоря да даже не то что доказывать нужно проверять свои силы дали cdn это очень хороший в этом плане раздражитель все-таки команда заняла четвертое место да и вот можно проверить себя до посмотреть как как это будет в следующем сезоне что нужно сделать вот за этот короткий промежуток летнего там окна самое главное пожелаем здоровья чтобы без ни в коем случае чтобы не было травм их и так много в этом сезоне ну вот в последнем матче cdn транс-контринером очень много не играла у cdn как раз вот залечивали свои травмы как раз перед финалом друзья давайте посмотрим на календарь на эти выходные у нас кубок запада 1 8 финала cdn коммуна кстати она 8 до титан успенская это уже одна четвертая финала так же как фксп спортером встретиться опять опять да как такое интересное противостояние и что будет например сейчас фксп накидает портер или все-таки продолжится вот эта серия портерская удачная да против фксп и мега титана сыграет с гатагом матч кстати будет показывать в прямом эфире как раз за комиссом понаблюдаем да посмотрим в такой битве до подвели мы итоги западная премьер-лиги сезон получился очень насыщенным интересным постоянно мы о нем говорили у кого-то что-то получалось у кого-то что-то не получалось но было интересно и за это от всей нашей журналистской западной бригады мы говорим нашим командам большое спасибо всех ждем в следующем сезоне и надеемся что в следующем году у нас он будет во-первых полным 16 командным а во вторых у нас будет такая же интрига как было в этом году мы увидимся с вами через неделю будем подводить итоги первого дивизиона студии был дмитрий ершов максим киселек михаил меркулов до следующей неделе играйте футбол до свидания пока пока